Кооперация Воздушно-космических сил России в Сирии. Активная фаза длилась 5,5 месяцев или 167 дней. Россия потратила 33 миллиарда рублей. Такую сумму в четверг назвал президент Путин. При этом он подчеркнул, что бюджет страны не пострадал. Это ресурсы Министерства обороны. Деньги и так выделяли на учения. В итоге их просто перенаправили. Как проходила эта стремительная кампания? Алан Базиев подвел итоги. Пришел, увидел, победил. Основные силы российской армии выведены из Сирии. Спецоперация длиною почти в полгода. Миссия выполнена. Террористы понесли непоправимый урон. Дальше дело за самой сирийской армией. Прямое включение России в конфликт поставило ее в роль основного полярного игрока, который смог переломить военную реальность на земле, что помешало другим странам принимать односторонние решения. Теперь ничто не остановит Россию от защиты своих национальных интересов. Ваши действия, напряженная боевая работа в корне переломили ситуацию. Мы не дали разрастить террористические опухоли. Разрушены схроны бандитов, их склады с оружием и боеприпасами. При поддержке российской авиации сирийские войска освободили 400 населенных пунктов, уничтожили больше 2000 бандитов, в том числе и выходцев из России. Ликвидировано 209 объектов нефтедобычи и переработки. Привыкшие критиковать Москву СМИ не могут понять, как быть дальше. Уж слишком слаженной и быстрой была операция русских в Арабской республике. Западные вмешательства в прошлые годы и десятилетия были очень долгими. Длились, например, в Афганистане от 10 до 15 лет. Так что идея короткой военной кампании, которая продлилась всего 6 месяцев, думаю, удивила абсолютно всех. И действительно, реакция мировых СМИ в большинстве своем такова. Операция в Сирии, которая для России стала первой военной кампанией за пределами бывшего Советского Союза, продемонстрировала всему миру способность российской армии проводить операции за своими границами. Кремль сможет в любой момент резко нарастить там свое военное присутствие, поскольку и российские военно-морские силы, и созданные с большим размахом военно-воздушные силы, а также средства их защиты, все это осталось на месте. Пока США совершали тысячи вылетов в поддержку неуловимой умеренной оппозиции, Путину хватило одной эскадрильи. Интервенция в Сирии стала демонстрационной площадкой для некоторых новых видов российских вооружений и предупреждением для всего мира о том, что США не единственная страна, способная проецировать свою жесткую силу в различных точках планеты. Использование новой российской военной техники послужило ей хорошей рекламой на мировом рынке вооружений. За все время спецоперации в Сирии россияне совершили 8 922 боевых вылета. Простая математика. Ежедневно по 50 полетов. Такими возможностями мало кто в мире может похвастаться. Было тяжело, но мы справились. Экипажи справились, авиационные техники справились, авиационная техника справилась. И мы выполним любой приказ нашего верховного главнокомандующего. Бомбили террористов в Сирии вертолетами Ми-24 и Ми-28, самолетами Су-25СМ, Су-34 и, наконец, многоцелевым сверхманевренным истребителем Су-35СМ. Су-35СМ. Максимальная скорость 2500 км в час. Практический потолок 20 тысяч метров. Расстояние беспосадочного перелета 3600 км. Боевая нагрузка 8 тонн. Вооружение 30-мм встроенная пушка ГШ-301. Управляемые ракеты классов воздух-воздух и воздух-поверхность. Корректируемые авиабомбы. Главный принцип работы российских ВКС – точность и открытость. Практически после каждого удара Министерство обороны демонстрировало запись, где точно было видно, куда именно попал снаряд. Да, действительно, точность российских ударов поразила западных военных обозревателей. Но русские воевали также из земли. Ведь вы не победите террористов с высоты 35 тысяч футов. Удары по целям Сирии наносили не только самолеты, но и корабли Каспийской флотилии. 26 пусков крылатых ракет. Это стало неожиданностью для всего мира. Россия таким образом показала, что может достать врага практически везде. В декабре прошлого года к спецоперации в Арабской республике подключают и подводную лодку «Ростов-на-Дону». Она находилась в акватории Средиземного моря. Отсюда позиции террористов также атакуют крылатыми ракетами. Для западных военных экспертов одним из главных вопросов стал, когда. Когда Россия успела перевооружить свою армию? И когда появился столь мощный «Калибр»? Ракета «Калибр». Длина 6 метров 20 сантиметров. Размах крыльев 3 метра 80 сантиметров. Стартовая масса до 1770 килограммов. Скорость 240 метров в секунду. Дальность пуска до 2600 километров. О том, что у России есть такого рода ракеты, знали давно. Ведь Москва поставила их в Индию и в Вьетнам. Только в эти страны «Калибры» ушли дальностью полёта всего 300 километров. А 2000 с лишним остались у России. Причём оснастили столь серьёзным оружием небольшие корабли во внутреннем море. Я бы сказал, что наличие такого оружия у российской армии показало, что мы являемся глобальным игроком. Что мы способны наносить массированные высокоточные удары на стратегическую глубину. И тем самым развеяли миф американцев, что Россия якобы является лишь региональной державой. Нужно сказать, что российская армия с 2007-2008 годов, со времён войны в Грузии, претерпела модернизацию. Военные операции, проводимые Россией, стали более изощрёнными. Операция была успешной и ещё по одной причине – количество погибших. За полгода войны русские в Сирии потеряли пять человек, четверо из которых действительно в боевых действиях. Эти кадры не сходили с экранов телевизоров всей планеты в течение нескольких недель. Российский самолёт Су-24 был подбит турецким F-16. Этот шаг уже после назовут ударом в спину. Они что, думали, что мы оттуда убежим, что ли? Да нет, конечно. Россия не та страна. Там не было системы ПВО российской. Теперь С-400 там стоит. Если раньше Турция там ещё летала и постоянно нарушала воздушное пространство Сирии, ну теперь пускай полетают. В течение суток Россия тогда развернула в Сирии систему ПВО С-400 «Триумф». И борьбе с террористами никто уже не мешал. Ушла ли Россия из Сирии? Большинство экспертов уверены, что нет. Конечно же, ряд самолётов Арабскую Республику покинули. Но те силы, которые там остались, и остались, похоже, надолго, вполне способны бороться как с террористическими организациями, так и следить за соблюдением перемирия. Алан Базиев, Мария Солопова, программа «Вместе», Москва. Добавлю, Соединённые Штаты и их союзники свою антитеррористическую операцию в Сирии начали намного раньше России, в сентябре 2014 года. Главной целью также стало запрещенное во многих государствах исламское государство. Но есть несколько отличий от российской компании. Главное, никаких официальных приглашений от Дамаска союзники никогда не получали. Европа же, напротив, столкнулась с колоссальной волной беженцев. Масштабный миграционный кризис начался в апреле 2015 года. А за всё время действия коалиции радикальная группировка ИГИЛ только разрасталась и расширяла территорию своего влияния. Один только пример. В мае прошлого года, ещё до начала операции ВКС России, боевики захватили в Сирии античный город Пальмиру и фактически уничтожили его. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ